Блин, ты видел, в каком состоянии находились? Она как кукла сидела, не шевелилась. Вот то же самое мы с Саньком тогда испытали, когда были вот как раз в доме у маньяка. Ты просто нам помешала покончить с этим маньяком. В нем от человеческого, а то у брата ничего не осталось, ты понимаешь? Тебе не смущает, что он убивает людей? Ничего не понимает. Это значит, что вы забрались в мой дом, устроили бардак? Мы за тебя переживали, идиота! Мы тебе помоги, помочь ко всем. Там не было больше никого, кроме нас с братом. Это моя семья! Твоя семья? Проблемы общие! Нет, ты лезешь не в свое дело! Люди невинные страдают дурами, насрать твою семью! Замечательно! Это ты так меня защищаешь, да? Это ты меня так защищаешь, да? Я пытался защитить. Вот нас судьба свела просто к тебе, из-за твоего же брата, из твоей семейки дурной. Я плавно, сейчас одна. И сейчас ты берешь и оставляешь меня одну! Лучше одной, чем с ним, ты что, не понимаешь? Больше, чтобы тебя в моей жизни не было! Да не все, у меня еще есть кое-что. Я хотел тебе показать вчера, мне странное сообщение пришло. Какое? Открывай, ты меня рень не видел, но скоро узнаешь, ты до сих пор сопротивляешься моим попыткам тебя просветить. Суть-то, я вообще не понял, в чем просветить, вот в чем суть-то. Но это не тот, тот маньяк так не делал. Знаешь, похоже на поведение первого маньяка. У нас мыслей никаких пока что. Макс! Выйди из машины, куда садишься? Я иду мимо, смотрю какая яркая машина. Тихо, 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 не надо резко, не надо резко. Ребят, я просто даю вам шанс и все. Живите спокойно своей жизнью, вас больше никто не трогает. А ты продолжишь заниматься своими делами и убийствами? И тебя, и тебя, я вас не трогаю, ребят. Но мою семью трогать не надо. Мы не трогаем твою семью, мы в Виолетте помочь пытаемся. Да? Девочек много пережила. И не надо отнимать у нее иллюзию красивой семьи. Иллюзию, вот именно что иллюзия. Всего лишь иллюзия. Ты сам сказал, смотря с какой стороны мне отберетесь. Ребят, перед началом видоса хочу сделать вот такое вот экстренное включение. Сказать вам о том, что YouTube, возможно, перестанет существовать на территории Российской Федерации. То есть у меня не будет доступ к каналу, вы, мои зрители, не сможете смотреть мои ролики. И я, естественно, все равно буду продолжать свою деятельность, потому что это то, чем я живу. То есть там отключили нам монетизацию и так далее. Многие говорят, что вот теперь у блогеров нет денег, единственное, заводы. Да насрать вообще. Я просто хочу продолжать свою деятельность вести. Я буду дальше вам снимать видосы, чтобы вы за всем наблюдали. И так как отключат YouTube, если отключат, у меня есть телеграм-канал, о котором уже знают более 200 тысяч моих преданных подписчиков, которые смотрят все мои ролики. И повторюсь, для тех, кто не подписан на мою телегу, переходите прямо сейчас по ссылке в описании, подписывайтесь на мой телеграм. Там будет много контента, я уже там общаюсь с своими подписчиками. Я буду разыгрывать там деньги, я буду рассказывать вам все, что происходит в моей жизни, потому что там реально удобно общаться. И помимо всего прочего, там будет очень жесткий контент. И все ролики, которые предназначались для YouTube, когда YouTube будет ограничен, я буду выкладывать также три ролика в неделю, только уже свою телегу. Поэтому переходите по ссылке в описании. Это огромная моя просьба к вам. Мне сейчас реально нужна ваша помощь, нужна ваша поддержка, потому что я не хочу вас терять спустя 5 лет. Да, спустя 5 лет своей деятельности. Поэтому залетайте там, смотрите, там открыты комментарии, обсуждения, можете общаться друг с другом. Я там тоже общаюсь, постоянно записываю различные кружочки, в которых я рассказываю все. Поэтому давайте, жду вас в телеграме. Ребят, всем привет. В последнее время Виолетта ведет себя максимально странно. Думаю, все это заметили. То, что она нас, скажем так, предала именно вот на этом месте. В прошлый раз у нас не был очень жесткий конфликт. И мне бы не хотелось просто взять и поставить на этом крест, потому что я понимаю, что ей просто одурманили ее мозг, то, что просто он навешивал ей лапшу на уши. И я бы хотел во всем этом разобраться, поэтому я приехал сегодня как раз-таки к дому Виолетты, чтобы поговорить с ней наедине, лицом к лицу, без лишних посторонних глаз. И попытаюсь как-то ее вразумить, что ли, не знаю. Короче, попытаюсь сделать все, что в моих силах. Потому что мне кажется, она под какими-то веществами и так далее. И нужно ее заставить в здравом уме для того, чтобы с ней как раз-таки уже нормально пообщаться. Потому что все время она слишком жизнерадостная, какая-то она непонятная. И видно, что это не просто от того, что она проснулась с той ноги. Короче, сегодня я, как вы видите, один. Сегодня нет ни Санька, ни Кирилла, потому что, повторюсь, хочу все делать один. Один с ней пообщаться нормально, с глазу на глаз. Посмотрим, что из этого выйдет. Я еще никогда не пробовал с ней поговорить так, лично. Если вдруг она меня не послушает, и окончательно примет в сторону маньяка, то так тому и быть. Тогда я сделал все, что мог. И только время покажет и рассудит то, что она была не права. Перед началом видоса, пишите на канал, поставьте лайк. Набирайте 50 тысяч лайков и я пускаю продолжение. Желаю вам приятного просмотра. Ребят, в прошлый раз я вам рассказывал, что на Авалоне будет проводиться конкурс от моего лица. Так вот, будет 6 победителей, каждый получит по 5000 рублей. И от вас не требуется никаких сложных условий. Нужно быть зарегистрирован на Авалоне, внести депозит на свой счет от 100 рублей. В общем-то, с них вы сможете уже начать сразу зарабатывать. И затем написать свой логин в комментариях в инстаграме. Но в другом моем инстаграме. То есть вот у меня есть инстаграм спайс зло. Сейчас я вам покажу получше. Вот мой инстаграм, вот его ник. Вот я выложил только что специально пост. Конкурс Авалон. Вот. Отписывайте в комментариях. В комментариях пишите свой логин, если вы уже выполнили условия. Просто скидайте логин. И затем уже здесь из этих комментариев я и буду выбирать победителей, которым отошлю как раз таки бабки. Поэтому давайте активно принимать участие. В минусе в любом случае не останетесь. Потому что с этих денег вы сразу сможете зарабатывать. А если получите еще и по пятаку, то это будет просто приятный бонус для каждого из вас. Поэтому давайте. Ссылка на Авалон в описании под роликом. Ссылка на вот этот инстаграм. Повторюсь, это не мой основной инстаграм. Это другая страница. Спайс зло называется. Вот. И как раз таки на нее ссылка также будет в описании. Переходите. Регистрируйтесь на Авалоне. Вносите депозит и отписывайте в комментариях. Надеюсь, она сейчас находится дома. Взять телефон из чего набрать ей. Опять я без предупреждений, как обычно. Но вечно у нас так все и происходит. Никогда не предупреждаем. Стоп. Стоп, 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 стоп. Это что за херня? Неужто он к Виолете идет. Такого хрена. По-любому идет к ней 100% больше никуда. Он, получается, реально с ней постоянно все время сейчас проводит. Че он оторвал? Че там было написано? Хера, ничего не понятно. Он очень странный. То есть, как вы понимаете, диалог с Виолетой сейчас откладывается, потому что я не смогу сейчас с ней пообщаться при нем. Это вообще без стоп. Тихо. Ну, это шприц. Не знаю, на камере видно или нет. Я на монтаже, если что, приближу. По максимуму. Но это шприц. Он достал шприц. Бутылек. Он что-то набирается. Походу, сейчас шприц хочет набрать. Сука, я так и знал, что она под препаратами, под какими-то. Он, походу, ей хочет что-то вколоть. Иначе быть не может. Ну, зачем? То есть, ему в кайф просто создавать иллюзию какой-то суперсемьи, опаивая и обкалывая своих. Просто в кайф. Обрал шприц. Все. Какие дальше действия будут. Я не смогу его остановить один. У меня, во-первых... Во-первых, как видите, я в очках на улице, потому что мне сделали операцию на глаза. Мне нельзя никаких физических нагрузок вообще. То есть, я не могу ни в драку вступить, ни в что. Даже бегать мне нельзя. Поэтому, если он сейчас, допустим, на меня набросится, то все. Вообще, осложнений на глаза могут быть. Сейчас он будет ей звонить. Что? Он мне звонил. У него ключ. Тачку. Вы видели это? Он даже не звонил в домофон. То есть, у него ключ от ее квартиры. Она дала ему ключ от своей квартиры. Это насколько надо быть неадекватной. То есть, она сама, по сути, встраивает себе такие неприятности, такие проблемы. Я хер знаю, что делать, но диалог с Виолеттой точно откладывается. Я не смогу с ней пообщаться, потому что он реально негативно будет сейчас реагировать на все. Понятное дело, при ней он мне ничего не сделает, но ничего хорошего за это точно не выйдет. Она примет его в сторону, потому что пока я туда поднимусь, он уже ей вколит этот препарат. Что делать, я понятия не имею. Как вариант, сейчас позвонить пацанам и добраться до его квартиры, чтобы ее облазить. Склянки, надо все эти склянки просто забрать, найти, все у него дома и вытрясти оттуда. Но ведь пока позвоню пацанам, пока не подъедут, мне кажется, он уже может вернуться домой. Чтобы вы понимали, я напомню, он живет буквально через дорогу отсюда. То есть, вот я открываю дверь, и вон там девятиэтажки, и он в них живет. То есть, он находится максимально близко к Виолетте, и он может вот просто пешком-то сюда ходить. Поэтому у меня сейчас очень мало времени, надо решаться. Либо я еду один, получаю от своего квартиры, попробую ее осмотреть. Либо просто, пускай, возможность, потому что я не знаю, что сейчас сделать. Сейчас просто нет таких вариантов. С Виолетой сейчас не поговорить, других планов у меня, в принципе, на сегодня не было. Хотелось бы просто глаз на глаз поговорить. Я не думал, что будет третий, и что этим третьим будет как раз-таки сам маньяк. Говорю, что, почему время тянуть, я просто еду к нему. Вон, ключ у меня в бардачке, и нахер скрываю тут дверь, и обыщусь, что там есть. Возможно, эти бутыльки надо забрать. Как же стрёмно. Далеко даже идти не пришлось. Ремень, шприцы, пузырьки. Охренеть. Охренеть. Он это замешивает куда-то, или он его выпивает перед тем, как себе это всё вколоть. Охренеть. Надо пакет, надо кончить пакет. Я должен всё забрать у него. Так, 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 так. Я всё это в руках не унесу. Это жесть, ребятки. Тут просто три пузырька. Три. Это я не знаю, что такое. Хотя всё заберу, там разберёмся. Просто представьте, если это та жидкость. И почему-то она очень тёплая, она очень горячая. То есть... Почему она горячая? Каким способом она делается, я не понимаю. Может, возможно, там что-то варится. Хрен его знает, короче. Используя шприц брать не буду. Ни мисси упрать не буду. Охренеть. Этого хватит, чтобы реально сделать целый отряд каких-то сверхлюдей, наверное. Так, 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 всё. Варим отсюда, походу. Тут нам делать больше нечего. Хотя... Бедная черепаха. Каково тебе жить с этим психопатом? Это что такое? Волныкин Антон Владимировичу. 12 на 3 доставить. Это письмо. Сука. Ощерк, сейчас надо разобрать. Дорогой товарищ, товар будет, как и заказывал. Пришлось изрядно постараться, чтобы добыть. Но оно того стоило. Да и не найдёшь ты нигде такого сейчас. В общем, чтобы попросту трещать, буду ждать себя 14.03 к 16.00. Не забудь оплату. Одну бутылочку свободы. Координаты. Ведь, как говорится, сыр мышки хвоста стоил. 14.03 к 16.00. Что у нас сейчас по времени? 14 число, 15 часов. У меня час. Что-то интересное. Я ни хрена не понимаю. Стоп. Надо всё перечитать. Вникнуть. Так-так, товар будет, как и заказывал. То есть, ему должны что-то передать. Я ни хрена не понимаю. То есть, а маньяку должны передать какой-то товар. Я бы подумал бы, что это вот эти вот бутылочки, эти вещества. Но, наоборот, от него ждут в качестве оплаты как раз-таки это вещество. То есть, по факту, чего же мы должны передать, я просто ума не приложу. Крен за ним. Надо письмо, наверное, это забрать, чтобы показать как раз-таки покупателю. Скажу, что я от Антона Валвикина. Больной ублюдок. Реально ума не приложу, что может быть там в посылке. Но это очень интересно. И опять же получается... Опять же получается то, что... Времени нет на то, чтобы пацанам позвонить, чтобы они приехали. Я просто физически не успею с ними встретиться и приехать по адресу, потому что координаты я хрен знает сейчас куда выведут. Надо вбить эти координаты, посмотреть, все узнать. Так, все. Врубаю. Короче, перешел по тем координатам, которые находились в письме. Меня ведет... Сейчас я посмотрю, куда. Ой. Прикол. Чтобы вы понимали, вот это вот... Это богословка. Это та деревня, где как раз таки все происходило с участковым, со школьниками и так далее. То есть нам надо чуть-чуть не доезжая до этой деревни. Именно там находится какой-то продавец, что он продает, я просто не представляю. Звонить никому я сейчас не могу, потому что если я буду даже кому-то звонить, то я просто потеряюсь сейчас на этом время. Этого делать не стоит, потому что, опять же, в 4 часа он будет ждать там, время 15-10, пока я доеду, пока я адаптируюсь по ситуации, потому что я не знаю, как он выглядит. Я не знаю, знает ли он, как выглядит маньяк, но думаю, скорее всего, да. То есть мне придется притворяться, будто бы он меня послал. Именно поэтому я взял письмо, чтобы показать ему, что вот, типа письмо мне передали, то, что давай товар, сам Антон не смог приехать. Вот, просто вот так, ну дурачка. Пока я сейчас буду ехать туда, можете пока что ознакомиться с моей новой стратегией по заработку. Сейчас новая игра появилась, потому что тур заблокировали, просто закрылась сама игра из-за того, что оказалась нерентабельная. Потому что мы с вами забомбили там, и все начали выигрывать по моей методике, и в итоге они оказались в убытке. Поэтому сейчас новая игра появилась, новая моя стратегия, разработанная по ней, она немного отличается, но она также действенная, эффективная. Поэтому вот тут вот на подсказку нажимайте, переходите, новый ролик, также всем подписчикам все, я думаю, будет понятно. Будете делиться своими результатами по заработку, также десятку в день можно спокойно зарабатывать. Что тут поставлю? Надеюсь, никому тачка не помешает за это время. Вот так, немножко склянка. Надеюсь, от нас пузырька хватит. Не знаю, что говорить вообще, вот ли это или не он. Надеюсь, что он как-то... Может, у него он. Мы вообще ничего не понимаем. Я хер знаю, тонут или нет. Что говорить, сейчас очень глупо будет, если это вообще просто левый какой-то чувак. Я к нему подойду. Надо, чтобы он сам что-то со мной заговорил. Я хер знаю. Да, да, да. А это что с телевизором? Да это просто подарок, это на выключенном даже не работает. Слышишь, что ты так головняков с этой приблудой, в смысле валом, а ты еще какой-то телевизор. Да, нет, 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 я не снимаю, не снимаю. Что это? Это точно ты? Да, 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 я, я. Все принес, да? По-другому я себе представлял тебя. Ты, главное, притаранил тематику-то. Да, конечно. Все, давай, лепим и расходим. На одном мы там договорим. Ну да, все. Давай, расход, короче. Все, хорошо. Потерпит, нет. Какой-нибудь ничего. Хрен, начала смотреться. Что это такое? Это что-то тяжелое. Я вообще не понимаю. Ну-ка, я багажники разложу. Что это, твою мать? Не знаю, куда камеру поставить. Стойте, когда сейчас я распакую. Тут запакован в мешок. Ага, в мешке. Тут еще замотано. Это что-то очень тяжелое. Не знаю, ребят, видно там. Это что-то очень тяжелое. Что это делается? Замотано. Твою мать! Это волына! Это оружие! Чего это такое? Им надо ее вернуть. Я ебал в рот. А где он уже? Куда он делся? Он просто свалил куда-то. Что мне теперь с этой херней делать? Вот посмотрите на это. Я не пойму. Он что, с дикого запада или откуда? Ни хера не пойму. Это какой-то обрез. Старый обрез. Двухствольный. Куда мне эту пушку девать? Не дай бог мне сейчас кто из окна тут увидит. У меня же жопа полная будет. Так, 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 так. В салон. Сейчас я постараюсь вам показать эту пушку. Это жесть. Это реально обрез. Двухстволка. Какой-то тугой. Слава богу, хотя бы не заряженный. Но он уже, то есть, пошарпанный. Не знаю, видно тут или нет. Я не понимаю, что мне с ней вообще делать. Нахернёшь, напопёрся. Я думал, что будет какая-то инфа в маньяку. Стоп. Маньяк же хотел себе, получается, приобрести эту херню. А для чего? Зачем ему? Нужен обрез. Номер какой-то 979. Что это за номер? 979. Я нихрена не... А что это выпало такое? У меня просто крыша едет. Я не понимаю. Я никогда в жизни таких стволов вообще не видел. Мне кажется, это какой-то прошлый век. Она вся смятая. О, тут целый писанина. Охренеть тут сколько читать. Давайте я вам покажу. Не знаю, видно камеру или нет. Я так больше не могу. Это не жизнь, это бездна. Ты прости меня за то, что я сегодня натворил. Надеюсь, ты сможешь решить проблемы, возникшие с появлением этого в моей жизни. Ну, получается, что теперь в твоей. Пусть зло, что стоит за этим, никогда не протянет к тебе свои костлявые руки. Аминь. Береги себя, твой друг Павел. Чё? Чё за бред? Чё за абсурд вообще прочитал? Я ни хера ничего не понял. Ребят, у меня появляется очень много вопросов. Нет пока что ни одного ответа. Я думаю, что надо, короче, отсюда просто сваливать. Доеду сейчас всё-таки до Виолеты. Постараюсь с ней поговорить. Думаю, мне чел уже свалил от неё. Чё за этим обрезом делать? Пока что ума не приложу. Но скидать его пока тут не вариант. Надо, короче, будет посоветоваться с пацанами. Уже с ними вместе решим. Сейчас пока что выезжаю к Виолете. Сейчас на дорогу только времени кучу потрачу. Твою мать! Это Виолета! Ты чё делаешь? Залезь назад! Куда ты спустишься? Залезь назад! Залезь назад! Домой! Не делай глупостей, залезь внутрь! Ты вообще же глухая! Я говорю, залезь внутрь! Это не смешно, дура! Изюм, это... Блин, он что-то ей вколол, что у него просто крышняк поехал. Дверь наша открыта. Чё она творит? Ей всё это весело почему-то. Ты чё творишь, идиотина? Ну зачем? Ты нахрена это сделала? Я летала. Куда ты летал? Ты сейчас полетела бы с 4 этажа. Какой ты скучный! Ты больная. Зачем вообще пришёл? Ты больная. Где он? Кто? Братик твой где? Ну недавно ушёл. А что теперь? Какая же ты отбитая. Да нет! Ты понимаешь, что бы с тобой было, если бы ты сейчас выпала с 4 этажа? Чё бы я выпала? Вниз. Ты просто, ты же... Идиотка. Я не идиотка. Точно вот тут нет. Нет, мы здесь нет. Я хотела, чтобы ты пришёл, когда он здесь был, чтобы вас помирить. Никого ты не помиришь, очнись. Объясни мне, почему? Я сейчас не буду с тобой разговаривать. Я приехал изначально, чтобы с тобой поговорить. Но я понимаю, в каком-то сейчас состоянии. Понимаю, что диалог у нас никакого не состоится. Это не смешно, идиотка. Ты мне отстали. Почему же такая дура? Почему ты слушаешь его, а? Почему? Потому что он мой брат. Вот, и что он меня любит. Не всегда родственники желают нам хорошего, понимаешь? А ты типа мне хорошего желаешь, да? Как видишь. Не вижу. По крайней мере, я же... Пока ты здесь, я уже здесь и идиоткой побывала, и сумасшедшие дуры. Спасибо, что ты меня обласкал. Из окна я тебя вытащил, а не твой братик, который бросил тебя об колону бросил. Да что со мной случилось? Покажи, куда он тебя что колет? Ничего, он не помнит. Куда? Ничего, не помнит. Где препараты? Где хоть что-то? Ну, скажи. Он приносил, я видел, что он что-то приносил. Где это лежит? Я не знаю. Хочешь сам ищи. Где я буду это искать? Я не ориентируюсь в твоих квартирах. Мне что-то слазит повсюду или что? Куда он все это положил? Ничего тут не вижу. Ни хрена не понимаю. Какого хрена? Где же что-то? Он же по-любому. Я видел, у него было... Вот это? Без надписи, да. Вот это он тебя вкалывал. Ты что, весел что ли? Я забираю. Нет, это не то. Это то. Это не то. Отстань. Это то. Идем отсюда. Так, на, подальше. Да, ммм. Тихо. Что ты меня везде таскаешь? Это вообще мой дом. Все, ложись. Лежи. Запереть тебя как-то вообще можно, нет? Будем на двери запереть, я не знаю. Сама ты скучная. Все, лежи. Это, ребята, не представляете, какой-то пиздец. То есть просто, смотрите, четвертый этаж. Она просто сидела вот так. Ну, как минимум бы она себя переломала. Это как минимум. А если бы приземлился как-то не так, я уверен, что она приземлился как-то не так, она бы, ну, погибла бы. То есть в лучшем случае была бы инвалидом. Какая-то пиздец. Просто жопа. То есть как мне сейчас ее контролировать, чтобы она сейчас не створила глупости. То есть ее одну сейчас оставлять вообще не вариант. Время, шестой час. У нее мама что-то, по-моему, до шести что-то работает. Или до пяти, как раз она работает. Да, по-моему, до пяти. То есть она должна уже назад идти домой. Серьезно? Ну, так просто? Притворяется, да? Горят? В принципе, сейчас так и так и и мама придет. Я не думаю, что сейчас что-то произойдет. Мне отсюда надо валить, потому что сейчас ее братик может вернуться в любой момент. Если он меня тут увидит, ну, то это будет трагедия. Потому что, повторюсь, мне сейчас никакие физические нагрузки не разрешены. Мне, в принципе, нельзя даже тяжести поднимать. Поэтому мне нельзя с ним никак сейчас пересекаться. Ладно, короче, погнал я в машину. Продиспит все хорошо. Все. Тише. Короче. Все. Сейчас я еду домой. Оттуда отзваниваюсь. Пацанам рассказываю про обрез. Рассказываю. Все проверят. Я думаю, нет смысла все это рассказывать вообще. Расскажу только про обрез. То, что это сейчас наибольшее значение имеет. Что с ним делать? Я пока что вообще не представляю. То есть вот с такой херней ездить просто по городу. Ну, реально стрёмно. Сейчас кто-то где-то из него видит. Не дай бог меня остановит полиция. Не дай бог... То есть пистолет, сами понимаете, с пистолетом мне не было так страшно, потому что его можно спрятать. Пистолет легко спрятать. Можно в карман убрать и так далее. Если не можно спокойно, незаметно передвигаться по городу. Здесь же, ну, это попробовать эту херню куда-то спрятать, это нереально. Вот. Поэтому мне нужен их совет. Что они скажут? Скидывать, не скидывать? Для чего нужно эту маньяку? Почему именно этот обрез он сделал? Почему не что-то другое? То есть много очень вопросов, которые предстоит решить. На этом видос заканчиваем. 50 тысяч лайков. Я пускаю продолжение. И хочу сейчас снова вам напомнить, что я разработал новую стратегию по новой игре, потому что та закрылась. Неудачники они, конечно. Вот. Потому что вот у них такая вот брешь там была, то, что спокойно можно было алгоритм вычислить и на нем зарабатывать. Но сейчас новый грант, который также спокойно можно зарабатывать. Также я вычислил их алгоритм, влил для этого кучу денег, но уже потихоньку я их уже отбиваю с деньги. Потому что стратегия сейчас стопроцентная, она рабочая, можете сами затестировать. Я выписал целый ролик, посвященный этому от и до. Просто следуйте строго моей инструкции, которую я вам рассказываю, и сможете зарабатывать по 10 тысяч в день. Нажимайте вот сюда, перед вами сейчас тут вот ролик. Как раз таки специально моих подписчиков, там он на 8-9 минут, я все записал, всю инструкцию. Никаких проблем вас это не составит. Переходите и начинайте зарабатывать в это время, которое сейчас происходит у нас в стране, да вообще в мире. Деньги сейчас нужны каждому. На этом все, до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok